Сегодня Международный День Инвалидов, но это совсем не значит, что внимание самой уязвимой категории людей оказывается только в эти дни. На самом деле, планомерная работа ведется регулярно, например, по обеспечению условий безбарьерной среды, занижения бордюров на пешеходных переходах и создания переходов с применением ярко-желтых тактильных наземных указателей, а также появившийся в Бресте эффективный помощник для людей с ограниченными возможностями – гусеничный подъемник БАРС. Территориальный центр и его сотрудники в течение всего года обращают внимание на граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это и пожилые граждане, и граждане из мест лишения свободы, но и граждане с инвалидностью. Мы обследуем их на дому, приглашаем их к себе, оказываем материальную, адресную помощь. На учете в территориальном центре состоит более 3000 граждан с инвалидностью, и каждому нам удалось в этом году прийти. Мы выслушали их просьбы, предложения, и многие из этих граждан, придя к нам в центр, получили своевременную помощь. Своевременную, квалифицированную, психологическую, юридическую, реабилитационную и иную помощь горожанам в областном центре оказывают территориальные центры социального обслуживания населения Ленинского и Московского районов. Ими активно вводятся новые программы, проекты и акции, делающие жизнь людей с непростой судьбой чуточку приятнее. Именно так легко, уютно и очень красиво проходила бьюти-встреча в рамках двухнедельной акции «Щедрое сердце», организованной Центром социального обслуживания Ленинского района. Нам пришла в голову идея организовать акцию благотворительную по приукрашению человека, скажем так. Всегда хочется быть красивым всем, тем более людям с особенностями. И мы стали искать людей. Откликнулись волонтеры. На доброй основе это наши многодетные мамы, которые понимают, как никто, как нуждаются в заботе такие люди. Ну и, соответственно, наши работники нашего центра все очень обрадовались, поддержали. И вот, как видите, сегодня у нас зал наш не пустует. К нам приходят люди. Я надеюсь, что они все остаются довольны и уходят преобразившимися. Маникюр, покраска бровей, стрижка, макияж. В силу разных аспектов эти услуги не всегда доступны инвалидам и пенсионерам. А ведь им, как и всем нам, просто хочется быть красивыми и ухоженными. Здесь всех людей слышат, абсолютно каждый не обделен вниманием. Я инвалид второй группы. Вот. И мне приятно, что, знаете, заботятся о нас, что бесплатно проводят эти вот. Ну, очень приятно, что забота о нас есть. Что мы хотим быть тоже красивыми и чтобы на нас смотрели, что мы еще в старости, еще красивые. И самое приятное, когда уложено, когда подкрашено. Вот. Тогда энергии появляется больше. Считаю, что подобные акции очень важны для людей и пожилого возраста, и для наших подопечных. Потому что внимание – это самое главное для всех людей, и особенно для людей с особенностями. Мы практикуем различные виды визажа, мы делаем маски, изучаем типы кожи лица и так далее, пробуем новинки, любим косметику. Поэтому с Татьяной мы уже полгода как сотрудничаем. Я очень рада, что вот есть такие люди, которые помогают нам. Ну, и самим интересно, если, допустим, я не могу себе вот такой визаж сделать даже на тот же праздник. Я у нее попросила, она, если свободна, она поможет. Еще одна организация, поддерживающая инвалидов и пожилых людей – это Совет ветеранов Ленинского района, сотрудники и волонтеры которого ежедневно, ежечасно, с трепетом и внимательностью относятся ко всем своим подопечным. А в преддверии Дня инвалидов сотрудниками Совета ветеранов была организована акция, в рамках которой пенсионерам и ветеранам дарились подарки от совместного предприятия «Белита». Забота о ветеранах Советом проявляется не только по праздникам. Это и постоянная проверка социальных условий, быта, как они себя чувствуют, состояние здоровья. Мы можем и даже стараемся ходатайствовать перед различными службами о просьбах наших ветеранов, об оказании им посильной помощи. В этом нам очень хорошо помогают наши спонсоры. В отделении дневного пребывания для инвалидов Ленинского района появилось нововведение тренировки в помещении, оборудованном новыми тренажерами. Это важно, потому что для социализации человека с инвалидностью необходима не только психологическая, но и физическая работа, разработанная по специальной индивидуальной программе. Поставили ручки возле себя и... Доброта – это язык, на котором может разговаривать немой, который слышит и понимает глухой. Это единственный безбарьерный способ контакта абсолютно между всеми людьми.